Привет-привет, с вами Китти Кейт, и сегодня мы поиграем в милых маленьких зайчат. Кстати, а ты любишь зайчиков и кроликов? Если любишь, обязательно ставь лайк. А мы начинаем. Итак, сегодня нам надо нарядить эту маленькую девочку. Она очень милая, красивая, и у нее глазастые глазастики. Сейчас подберем ей какое-нибудь платье, если ей есть, конечно, подходящее платье. Я даже не знаю, какие-то они ей не очень подходящие. Тогда подберем какую-нибудь юбочку, а давай оставим юбочку, которая у нее была. Она и так очень миленькая. Ну что ж, погнали, посмотрим, чем заняты мои друзья. О, у них новое яйцо, это хорошая новость. Но сначала надо прибраться, а то малыш появится на свет, а здесь безобразие мусорное вокруг. Не-не-не, так не пойдет. Сначала мы немножечко приберемся, сделаем везде порядочек, чтобы было чистенько и красивенько. Всех накормим, конечно же, чтобы мои заячата были довольны и радостны. И можно будет их, конечно, сразу же открывать, в общем, новое яйцо. Ой, вы куда все потопали-то? Ребята, ребята, вы куда все потопали? Тренироваться? Не, ну тренироваться, это, конечно, хорошо. Но, но, но даже не знаю, можно ли столько тренироваться, сколько вы хотите. Ладно, тренируйтесь, сколько хотите. А я, а я хотела всех морковкой угостить. Вот тебе морковка. Да, вкусная морковка, лишней не бывает. Так, кто у нас еще морковку не ел? Вот ты не ел, и ты не ел. И тебе дадим, кстати. Вот этого розового кролика надо переодеть. Что-то у него наряд, так себе. Мне кажется, что-то ему не хватает. Давай-ка сразу его заведем и переоденем немножко. Эй, не хочешь переодеваться? Морковку хочешь? Ладно, держи морковку, и я готова, я готова открывать это крутое яйцо. Сейчас давайте посмотрим, кто же там в нем будет, потому что мне уже очень интересно, что там за крутотенский крутотень будет. И что же там нас ждет? Радужный малыш, очень миленько, мне уже нравится. Я теперь хочу посмотреть, какой он будет, когда вырастет, потому что пока он очень красивый и очень радужный. Очень интересно, какой же он будет. Ой, здесь прибраться забыла. Божечки-макарошечки, это ж какое-то безобразие. Такс, а здесь что у нас? Здесь уже все почти в порядке. Фух, успела прибрать, пока малыш маленький не увидел. А то было бы неловко, если бы увидел, какая здесь безобразная грязюка валяется. Да, это не очень красиво, конечно, со стороны зайчиков. Но что ж поделать? Они, бывает, разбрасывают здесь свои кеке и всякие другие штуки. Ну, такие вот уж они, малыши зайчат. Любят помусорить, так сказать. Ну что ж, наш малыш готов расти, и я готова тоже. Боже мой, вы только посмотрите, какой перец у меня вырос. Он просто мега крутой. Если тебе он нравится, обязательно ставь ему лайк. А мы сейчас сделаем нового малыша вместе с ним. Так, кого там надо было, надо было, надо было. Надо было, вау, он спит, кажется, тот малыш, которого надо было сюда ему добавить. Но давай тогда посмотрим поближе. Я предлагаю его не переодевать, но хотя бы посмотреть мы точно можем. О, а если очки снять и посмотреть, какой он без очков. Без очков тоже миленький и красивый. А без шляпы? Да, шляпу определенно надо надевать. Очень уж ты крутой. Мне очень нравится. Если тебе тоже нравится этот заячонок, обязательно ставь ему лайк. Ведь он очень мега крутой. И я же хотела еще... Эй, кто кексики оставил? Ну-ка признавайтесь. Вот уж что, я не думала, что так быстро можно здесь устроить кексиковое безобразие. Эх, зайчики, зайчики, устраивают же постоянно. Ну что, надо вот этого зайчонка как-то нарядить. А то он не очень красивый, почему-то футболку потерял. Я даже не знаю, мне кажется, он был наряжен у меня. Очень странно, что он у меня без одежды. И куда вообще она делась, непонятно. Сейчас подберем что-нибудь подходящее. А, кстати, вот эти вот штуки ей очень подходят. И юбочку. Мне кажется вообще, что черные наряды всегда к лицу моим зайчатам. Так и сделаем. Но ничего страшного, я думаю, что не будет, что у меня все зайчики с черными нарядами. Это ж ничего личного. Просто вот так вот очень мило и красиво мне нравится. Если тебе тоже нравится, лайкосик обязательно моему зайчонку. Так, готовы ли у меня... Ой, не туда подошла. Подождите, подождите. Готов ли у меня прийти зайчик? Да как, где у меня волшебный заяц? Эй, волшебник, ты где? Волшебник спит что ли где-то? Ну-ка, не видать. Куда делся волшебный заяц? С колпаком который исчез что ли? Где он? Где он? Где он? Где он? И не спит нигде ведь. Эээ, у меня исчезает. Боже мой. А, а как это понимать? О, наконец-то. А, он не с колпаком, просто я его не узнала. Ну, бывает. Сейчас посмотрим, какое яйцо вылупится здесь у них. О, какое-то космическое. Хм, будем ждать. Интересно даже, кто же там будет. А у нас еще целая куча яиц впереди. Ладненько, подождем, когда у нас вылупится космическое яйцо. А пока во что-нибудь поиграем с нашими малышами. Например, например, покидаем шары в это кольцо. Ну, почему бы и нет? Потому что здесь у нас, мне кажется, остался последний кубок, чтобы получить все кубки. А вдруг нам что-нибудь секретное дадут? Да бывает в играх, знаете как? Все кубки получаешь, а тебе, например, еще какой-нибудь шар сюрприз дают. Тем более, здесь такие милые зайчата попадаются, что просто можно от мимиштости с улыбкой. В общем-то, улыбка до плечей. Да, до ушей, в смысле. До чего-то там, в общем. Ну, вообще, большая улыбка. Но я вообще радуюсь, когда мне попадаются новые... А-а-а, заболталась опять. В общем, я вообще радуюсь, когда мне попадаются новые малыши, потому что это всегда приятно. И ты никогда не знаешь, кто там будет в этом яйце. Это прям яйцо-сюрприз. Это прям очень-очень радостно. Кстати, ты любишь открывать сюрпризы? Если любишь, обязательно, обязательно ставь лайк. И я думаю, что да. Я думаю, что все ребята любят открывать сюрпризы. Потому что это всегда какое-то ожидание чуда, так назовем. Потому что, ну, реально ведь приятненько. Так, ладно, давайте кидаем эти шары. Надеюсь, я смогу, в общем-то, забить все эти шары в кольцо. Потому что, если не смогу, то будет немножко обидненько. Кстати, извиняюсь, что у меня немножко в нос, говорю, так скажем, приболело. Ну, бывает, бывает. Что ж теперь? Что ж теперь с кем не бывает-то? Так, ладно, кидаем дальше. И что же, что же, что же? Кстати, почему-то у меня один и тот же зайка, по-моему, здесь всегда играет. А, другие, что не любят, что ли, морковные шары кидать? Подозрительно. Мне кажется, зайчики все должны любить это делать. Потому что это же, ну, шары с морковью. Или, может, жалко морковку, как и мне. Мне вообще жалко, что она там потом превращается, наверное, в морковный сок. А, может быть, это способ приготовления морковного сока? Точно, точно. Мои зайчата же точно любят морковный сок. Определенно. Это наверняка супер-мега способ. Пока мы кидаем эти шары, там вся морковка кякиш-мякиш превращается. И можно выжимать оттуда сок. Точно, точно. Так оно и есть, я уверена. Да, да, да. Ну что, мне осталось еще сколько-то немного шаров накидать. И я думаю, что у нас есть все шансы победить. Главное, сейчас не занервничать и не сделать глупости. Потому что у меня такое бывало и случалось, что я последний шар буквально начинала нервничать и кидала не туда. Но, ну, это ничего страшного, потому что, ну, это же такое не страшненькое. Так, и у нас кубок персик. И что-нибудь дадут нам и ничего не дали. Ну, конечно. А дальше что? И дальше можно играть. Не, ну, это нечестно. Мне кажется, это совсем нечестно и несправедливо. Пойду порыдаю и морковкой, ребят, покормлю. А раз уж тут такое дело, буду ждать, когда откроется следующее яйцо. И, может быть, какой-нибудь подарок нам все-таки сосветит. А на сегодня все, ребята. Обязательно ставьте лайки. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые крутые видосики. И всем пока-пока и до новых встреч. Кстати, если любите зайчиков, обязательно лайкосик с вас, потому что зайчики милашки, но, конечно же.